Приветствую вас, дорогие мои! Вы на канале GadgetMoney, меня зовут Павел. Это распаковочка Huawei P10 Lite. Мы начинаем, поехали! Курьерская доставка. У вас два выбора. Купить в официальном магазине shophuawei.ru, либо купить на Алиэкспрессе. И там, и там ссылочки будут в описании под этим видео. Доставка курьерская, бесплатная, от 3000 рублей, по-моему, или от 10. И как-то так. Все приезжает примерно в таких пакетах. В моем случае, скорее всего, это пресс-форма. То есть, для блогеров прессы и все, что с этим связано. Вот в такой вот незрачной коробке. Мне очень интересно, какой цвет. Специально не стал спрашивать у отправителя, что за цвет. Для того, чтобы вместе с вами испытать те первые ощущения от цветовой палитры новых цветов для новеньких Huawei P10 Lite. Коробочку убираю в сторонку. Как всегда, зарядного устройства у нас нет. У вас же будет и коробка, и зарядка, и сам, соответственно, смартфон. И гарантийное обязательство, если вы будете покупать у официального представителя. В моем случае, это вот такая вот бумажная, крафтовая пакетика. Очень любят отправлять именно в таком. Здесь номер модели. Больше, в принципе, ничего нет. В Huawei. Вот так все это дело запаковано. Сейчас я за кадром здесь открою. Ничего необычного в цвете нет. Я немного расстроен. Хотелось синенький цвет такой, голубенький, бирюзовый попробовать. В моем случае, это Gold. Что из себя представляет, давайте я его пока положу на стол. И вам вкратце расскажу, что из себя представляет по техническим характеристикам данный аппарат. Даже лучше, наверное, его включить, если он включается. Это новинка 2017 модельного года. По памяти, сразу скажу, 3.32. Возможность расширения карточки памяти до 128 гигабайт. По процессору Kirin 658, Android 7 версии. Процессор восьмиядерный. Все более подробно расскажу в обзоре. По камерам их тут, конечно же, две. Это фронтальная и основная. Основная на 12 мегапикселей, фронтальная на 8. Обе камеры, пока что могу сказать, могут писать Full HD видео со звуком. Соответственно, скорее всего, 30 кадров в секунду. По техническим характеристикам также стоит отметить, что Wi-Fi, Bluetooth, GPS и все, что с этим связано, здесь, конечно же, есть. Включается, но у нас показывается, что разряжен. Буквально секунда, и мы его включим. Да, вот все так просто. Просто Power Bank. И это очень удобно заряжается прямо на столе во время съемки. Давайте продолжим по техническим характеристикам. Дисплей здесь всего лишь Full HD на 5,2 дюйма. Конечно же, он прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass, скорее всего. С обоих сторон это стекло. Из особенностей сканера отпечатка пальцев на удобную уже это не кнопка, а просто поверхность. То есть, просто сканер на задней поверхности прямо под указательный палец. Камера всего лишь основная. Как я говорил ранее, здесь одна. Светодиодная вспышка тоже присутствует. Обычная микро-USB. На правой грани кнопки управления. Кнопка включения-выключения немножко ребристая. На левой грани всего лишь лоток под две наносим карты. Сверху микрофон и миниджек для подключения наушников. В принципе, дополнительный микрофон снизу. В принципе, больше ничего такого интересного нет. О расцветочке. Немножко обидно, что приехала золотая расцветка, а не ту, которую я ожидал. Ну, синенькая такая немножко дисплей, как я посмотрел. Буквально несколько секунд. Достаточно яркий. Автояркость работает. Расскажу в обзоре как. Это Android 7 версии. Давайте посмотрим, так ли это в настройках. Абсолютно так. Android 7 версии. Без всяких обманов. Модель Huawei P10 Lite. Почему P10 Lite? И зачем выпускается данная модель телефона, если есть флагманское решение в качестве P10 и P10+. Ну что ж, друзья, не всем нужны мощные процессоры, не всем нужно большое количество оперативной памяти. Я напомню, что здесь 3.32 в принципе должно быть достаточно, потому что Emotion UI здесь версия 5.1 не такая прожорливая, как некоторые другие оболочки от корейских и китайских производителей. Поэтому 3 ГБ оперативной памяти в принципе обычному потребителю будет сполна. Но при этом стоимость этого устройства на российской рознице составляет 18 990 рублей. Соответственно порядка 300-350 долларов. И за эти деньги вы уже получаете 8-миньодержный процессор и удобную диагональ экрана и в принципе вменяемые камеры. Если вы хотите отдельный ролик про камеры этого устройства, то давайте соберем 100 лайков и я вам расскажу более подробно. А сейчас первые впечатления о камере включаем. В качестве испытуемого у нас будет белый объект в виде пауэрбэнка. Давайте попробуем разобрать здесь хотя бы что-нибудь на этой фотографии. Экстремально, да? Ну в принципе фотографию сделал. У нас есть название, вы наверное не видите, но название здесь пауэрбэнка моего видно отчетливо. Поэтому мы видим, что макросъемка работает более-менее нормально. Более подробно конечно о камере расскажу в обзоре. Что нам в качестве распаковки еще стоит посмотреть? Оболочка. С одной стороны настроечки изменились, немножко изменился внешний вид. Немножко подтянули они так стиль иконок и сделали их различающейся по пиктограммке. И это очень приятно видеть. Ну а с другой стороны, это все тот же Motion UI со своими плюшками, со своими минусами, плюсами. Возможностью смены тем и все что с этим связано. Это предустановлено приложение от компании Huawei Video, Яндекс, Оперы и так далее. Хотя в принципе может быть кому-то будет полезен. Чувствуется минимализм во всем, можно ли здесь управлять. Но наверное в настройках можно будет выставить управление с канером отпечатка пальцев для открытия шторки уведомлений. Это я посмотрю более позже. По экрану видно, что экран здесь уже на том уровне, на котором... На следующем уровне от допустим того же Huawei Honor 6X, обзор которого есть на канале. Давайте поставим здесь 2 минутки. Ну а в остальном, в принципе, это все тот же привычный, все та же привычная IPS-матрица с Full HD разрешением. С другой стороны, может быть даже и не стоит сюда пихать какие-то... Даже не то, что не стоит, однозначно не стоит пихать сюда более высокое разрешение разрешения экрана. Так, что я вам хотел показать? Я хотел вам показать звук, громкость звука, возможность... Звучок у нас достаточно прикольный звучит. Такой глубокий, знаете, с претензией на какие-то низкие частоты. Очень-очень хорошо. По мелодии можно почувствовать, да? Прикольно. Я думаю, для первых впечатлений все, в принципе, я свое мнение высказал. Да, прикольно. Да, недорого. Есть возможность купить в Китае, есть возможность купить в России. Кто, где будет покупать, выбирает вам, но я думаю, что это устройство будет пользоваться популярностью, потому что P9 Lite с его стоимостью в 16-15 тысяч рублей пользовался популярностью. Здесь на старте продаж 19, но ничего страшного, подешевеет. Всем спасибо за внимание. Проходите на сайт gadgetmania.ru в раздел «Гаджеты». Там будут теперь доступны вам для сравнения гаджеты, которые, по моему мнению, кажутся одним из лучших в мире. И я считаю... То есть некоторые гаджеты побывали у меня на обзоре, некоторые будут, но я считаю их одним из лучших в своей ценовой категории и по своим техническим характеристикам. Итак, большое спасибо. Если досмотрели до конца, как всегда, говорите «Я молодец, я супергерой». Ставьте 100 лайков и будет отдельное видос про камеру на этом устройстве. Если нет, просто будет обзор. Мои соцсети в описании под этим видео. Если хотите, вступайте. Хотя, в принципе, вы не вступаете. Всего доброго, всем добра, пока!